Первый том добротолюбия. Поучение Аввы Исаии. Это о первом деле еврея по обрезанию. Кто не имеет этого, тот не обрезан. И не еврей, потому что не сохранил завета, который положил Бог, Господь Иисус Святой своей кровью. А святой же Пасхе много прибежит сказать. Первое обрезание, второе Пасха, третье суббота. Ибо Моисей говорит, вот закон Пасхи, всякий на пленении, который не ест от нее, и всякого раба купленного, которого обрежешь, и тогда он доест от нее. Всякий же не обрезан, да не ест от нее. В доме едином ешьте. Чресла ваши припоясаны, и обувь на ногах ваших, и зажезла ваша в руках ваших. Пасхи сего попечения, испеченного огнем, нельзя вкушать иначе, как с опресноками и горькими травами. Не сказала, поясавшись под швеслом вашим, чтобы не сказал то, что он говорит здесь о поясе. Но припоясавшись свесла ваши, чтобы показать, что говорит о чистоте, здравой от всякой страсти, сущей под действием совокупления в нечистоте. Обувь о готовности говорить и бегстве от всякого уязвления, повреждающего совесть и препятствующие уму, видеть свое созерцание в чистоте. Жезлу есть мужественная надежда, чтобы шествовать небоязненно путем и войти в землю обетования. Вот эти суть субботствовавшие. Кровь есть знамение крови Господа нашего Иисуса Христа и того, что когда придет он в собственном своем пришествии и ведет сыновь Израиля в наследие свое, тогда явно будут уготовившиеся и помазанные знамением его в душах их явно. Взять пусек Исопа – это есть злострадание, ибо говорит, ешьте пасху с горькими травами, исследуй же себя, брат, обрезан ли ты, помазал ли двери дома свою кровью агнца непорочного, упразднил ли себя от всякого помысла земного, приготовил ли себя шествовать без страха и войти в землю обетованную. И о субботе много предлежит сказать, и это есть дело тех, которые сподобились истинного обрезания, скушать святую пасху, освободились от египтян, узрели всех и потонувшими в черном море, и воссубботствовали от горького рабства им. Ибо говорит Бог Моисею, шесть дней работа, а в седьмой день – суббота Господу Богу Твоему. Всякий, который будет делать в нее дело какое – истребится душа та. Исход 1.11.11. Господь же наш Иисус сам субботствовал истинную субботу и научил своих, как должно субботствовать, вошедший на крест в пятницу, после того, как сделал всякое приготовление к тому, прежде восхождения на Него, то есть поношение каким подвергся и какие потерпел за нас, пригвозив себя ко кресту, и не соизволил ни разрешиться, ни послабить себя в чем, пока имел дыхание. Когда возвал Он жажду, поднесли Ему губку с уксусом, и Он, скусив, сказал «Совершилось!» и преклонив главу, испустил дух. Потом сняли Его со креста на землю, уже не имевшего движения, и воистину субботствовавшего. Так, наконец, спасил Господь Иисус в день седьмый. И благословил Его, потому что в Него почил, Он от всех дел, которыми упразднил человеческие страсти. Как сказал и апостол, вошедший в покой Его, и тот почил от дел Своих, как и Бога Своих. Евреям 4.10. Это и есть истинная суббота. Итак, не субботствующие не есть иудеи. Почему Иеремия Плася, народе своем, говорил ему, «Не носите бремен в день субботний, не сходите во врата Иерусалима, нося бремена в день субботний. Увы мне, бедному, приступившему такие святые заповеди, носящего тяжелые бремена в день субботний, хотя я умер со Христом, спогребся Ему и воссуботствовал. Что же это за тяжелые бремена, носимые мною? Это страсти, по которым действую. Гнев, тяжелое его бремя, рвение, ненависть, всеславие, осуждение, уязвление, оскорбление, высокомудрие, почитание себя праведным, командование, спорливость, самолюбие, зависть. Это душевные страсти, интересные же, чьевые угодья, телолюбие, страсть наряжаться, свастолюбие, похоть, оскудение сердца, бессердеться. Все эти и симподобные страсти упразднены в Господе Иисус в теле святых, и убил во святом теле своем послова апостола, что он крестом убил вражду, и закон заповедей учением упразднил. Это и есть святая суббота. Итак, кто носит эти тяжелые бремена страстей и действует по ним, удовлетворяя им в день субботний, как может сказать, я истинный иудей, таковой себя обольщает, потому что имя только такое лежит на нем, ничего не получит он от Господа Иисуса, ибо отвергается от него делами своими, когда-то, что Господь убил, он опять воскресил. И что он похоронил, опять восставил. Явно, что такой не есть истинный невре, а ложный, и не обрезан он, и не субботствует. Потому, когда придет Господь Иисус во славе своей, то ведет царство свое вечное одних истинных сынов Израиля, всех обрезанных в нем, которых собрано всех народов, как и апостол говорит, что ослепление произошло в Израиле отчасти, доколе войдут все язычники. И еще, которые по правилу всему живут, мир на них и милость, и на Израиле Божии. Галатам 6, Римлянам 11. «Висли, кто суть израильтяне Божии?» Это те, которые имеют обрезание сердца, и субботства, и упразднение греха. Опять говорит тот же апостол, и не тот иудей, которые по плоти имеют обрезание, и не то обрезание, которое по плоти, но которое по духу. Будем же внимать себе, братья, доколе будем мы творить труд и губить его через нерадение, доколе, не зная, что есть в нас враг наш, стящий нам, и непрестанно отвлекающий нас от должного, не дающий отцам нашему зреть нечто от света божества, и следуя же себя бедного Христа, и в смерть его крестившийся. Что это за смерть, которой он умер? Если ты последуешь стопам его, то покажи мне это нравом своим. Он безгрешен, являя себя тебе образцом во всем, жил в нищете, ты же не сносишь нищеты. Он не имел где голову под слоней, а ты не сносишь странничество. Быть странником всюду с радостью. Он переносил всякого рода поношение, а ты одного поношения не сносишь. Он не воздавал за зло, а ты не сносишь не воздавать зла. Он не гневался, страдая, а ты и сам, служа другим, стягость гневаешься. Он прибыл безмятежен, будучи поносим, а ты, и не будучи поносим, метешься. Он был смирен, и грешников к тебе призывал, а ты, любящих тебя, уязвляешь словом. Он с радостью сносил все причиняемое ему, а ты, малая, слыша оскорбления, метешься. Он был кроток, ковпадшим во грехи, а ты высокомудрствуешь над гораздо большими тебя. Он предал себя за согрешивших среди ним, чтобы искупить их, а ты, из-за любящих тебя, не можешь дать себя. Вот что он дал тебе, ты же что воздал ему? Познай его и сделай его, и себя самого и сделал твоих. Если ты умер с ним, то кто творит в тебе такие грехи? Шестой. Возлюбленное. Право, да внимает святым его заповедям. Внимаем. Отсечем волю свою и узвем свет заповедей, если мы любим только того, кто чтит нас. Что делаем более язычника? Если ты молишься за благодетельствующих тебе, то и мытарь тоже творит. Если радуешься с хвалящим тебя, то и иудей тоже делает. Что же лишнее творишь ты, умерший греху и оживший во Христе Иисусе? Если ты любишь только того, кто тебя слушается, что творишь более грешника? Это и он делает. Если ты ненавидишь того, кто причиняет тебе неприятность, не слушается тебя и ссорится с тобою, только и как язычник. Но молительно движито таком, допрощенно ему будет то, в чем он согрешил тебе. Если ты скорбишь на засловище всего тебе, то и мытарь тоже делаешь. Рассмотри же себя, и ты, крестившись во имя Господа, таковы ли твои дела, каких он явил себя? Или как имеешь ты видеться в ней славы его и увенчаться, если не имеешь венца победы над страстями, побежденными тобою, который уже победил царь твой, образец тебе показывая в себе. Ибо когда явится во славе он, царь царствующих и Господь Господствующих, то явится зримым для всякого языка в великой славе своей, имея знамение того, что пострадал за нас. Ты же имеешь явица, ничего не имея страстей, его в теле своем. Он и скажет тебе, не знаю тебя. Так имеешь ты увидеть всех святых, там, умерших, за имя его, имеешь имя знамение его, и устыдишься явица перед лицом их. Рассмотри жизнь всех святых и найдешь, что они потерпели зло, но не воздали до него. Только кровь всех испотеяла к Богу. Взысти за нас, живущих на земле. Я же, возлюбивший покоя, что имеешь сказать в день оный, увидев там пророков, апостолов, мучеников и прочих святых, которые, будучи озлобляемы, долго терпели, не воздавая за то и даже не гневы. Ибо знали, что тут не воля человеческая, а не правда дьяволова, понуждающие их делать им это, будучи умерщвляемы, или каменем побиваемы, или сожигаемы, или потопляемы. Они не гневались на них, но молились за них, да прощено будет им то, зная, кто понуждает их делать это им. Рассмотри же, возлюбленный брат тебя самого, что делаешь и ты. Уразуми помысл свой, каково то, что имеешь ты перед лицем Бога, ибо в тот час ничего не возможешь ты укрыть. Ни воля человека будет иное сказать, а иное нет. Но когда совершится воскресение, тогда всякий восстанет одетым делами своими, как одеждою, грехами ли, или правдою. Дела эти будут говорить, и всякий сам узнает, где место его. Блажен подвязавшийся и совлекший с себя то, что имеет повлечи его в гиенну, и облегшийся в то, что имеет повлечи его в старстве. Апостол говорит, знаем, что когда земная наша хранина разрушится, то имеем жилище от Бога на небесах нерукотворенное, вечное. 2 Коринфянам 5.1 Время жизни нашей ничтожна, и мы пресчаем себя, думая иначе, пока постигнет нас час наш, и опечалимся в плаче вечном. Не будем же послаблять сердцу своему, но сделаем все по силе нашей, заботясь о нем и храня его, и умоляя всякий час блага с Божией помочь нам. Не будем гневаться на ближних за слова, говоримые ими в неразумии, не по воле своей, но по воздействию с другой стороны. Служа же орудиями врага не чужды Бога, пока не будут воззваны и не убегут с поприща этого недоброго. Позаботьтесь, возлюбленные, осмиренно мудрые во всем, носите поношение, и все, что приходится терпеть, и постичатно упражняйтесь в отсечении воли своей, потому что держание воли своей губит все добродетели. Кто имеет помыслы, право постертыми, благонастроенными, тот отсекает волю свою кротостью, боясь любопрения, как змея, потому что оно не извращает все домостройство души внутреннее, и делает душу омраченную, так что она не видит ничего из света добродетелей. Присмотрите же, позаботиваясь за сей страстью проклятую, примешивающиеся к добродетелям, чтобы сгубить их. Так и Господь наш Иисус Христос не прежде вошел на крест, как извергший Иуду из среды учеников своих. И всякий человек, если не осечет всей бесчестной страсти, не может приустеть по Богу, потому что за ней следует все злое, нетерпение от нее, тщеславие от нее. Все, что ненавидит Бог, живет в душе любопрительного и высокомудрого. Все то, что ложно по Писаниям. Осуждение первое самого себя приносит смиренно мудрее, а оставление воли своей для ближнего с разумом есть смирение. Чистота есть молиться Богу, не осуждать есть любовь, долготерпение есть не помышлять ничего против ближнего, боголюбивое сердце есть не воздавать за зло, безмолвие есть не допытываться до того, что тебя не касается, нищета есть не злобивое сердце, владеть своими чувствами есть мир, переносить все есть кротость, милостыня есть прощать, порождает же все и оттечение воли своей, оно умиротворяет добродетелями же собою, оно соделывает владычественное ум безмятежным. Одиннадцать. Конечно, всего этого ничего другого, как вижу я во всех писаниях, не желает Бога человека, как чтобы он смирял себя перед ближними во всем, отсекал волю свою в отношении ко всему, молился ему всегда о подаянии руки помощи человеку и о хранении очей его от сна забвения и от прелести пленения. Потому что истинство человеческое, лукаво и превратно. Его, Божие, есть дело сохранить нас. Его есть сила доставить нам силу сохранить себя. Его есть покров оградить нищету нашу. Он есть обращение обратить нас к себе. Его есть благодарение даровать нам его. Его есть даровать нам благодать, благодарить его. Его есть покров сохранить нас от руки врагов наших. Его есть честь и слава во веки веков. Аминь. 12. Впрочем, вот от чего порождается любопрение, и что немилостиво, не извращает душу. Многословие, пустословие, перенесение слов, перетолкование, на что каждому угодно, не сдержанность, дроиздычие, настояние на слове своем. Кто имеет это, того душа бесплодна для добродетелей. После всего этого, если душа не попотеет над каждой добродетели, то невозможно достигнуть до покоя Сына Божия. Не неродите же о жизни своей братья, и ум ваш, да не изобретает всяких предлогов к злой лености, чтобы не истощилось время ваше все, прежде чем достигнете в покое Сына Божия. Это есть смирение во всем, не злобие, не имение ненависти никакому человеку, не прилепление никакой вещи, несущей Божией. Имение грехов своих перед Собою, умертвление же для всякого дела злого. И не ложен Бог, чтобы вспомоществовать немощи нашей по щедротам своим. Аминь. Слово 23 о совершенстве. Некто из отцов сказал, что если не приобретет человек веры в Бога, непрестанного вожделения Бога, ни злобия, ни воззаяния злом за зло, злострадания, смирения, чистоты, человеколюбия, отречения от всего, кротости, долготерпения, непрестанное с болезнением сердца молитвы к Богу, истинной любви, чтобы не озираться вспять, ни смотрения ни на что находящие, ни надеяния на свое доброделание или служение, и спрашивание помощи Божией против всего, каждый один находящий на Него, то он не может спастись. Враги твои, человек, не дремлют, ни неради же, ни небреги о своей совести, и отнюдь не верь себе, будто ты достиг до чего-то достойного Бога, видя себя находящимся еще в стане врагов своих. Злострадание, подвижническое лишение телесное с разумом восполняет бывшее перед тем нерадение. Пласть чувств врачует раны внутренних супостатов. Совершенная к Богу любовь по воле Его противостоит невидимым воителям. Побеждающий невидимых врагов сокровенная чистота уготавляет к покое Сына Божия, а видимая чистота сохраняет добродетели. Если в ведении есть родитель всего сказанного, то оно же есть и хранитель того. Обретение сердца благодарности во время искушения обращает вспять находящее искушение. Неверование, что угоден Богу труд свой, уготавляет помощь Божию на хранение тебя. Предавший сердце свое на благочестивое взыскание Бога поистине, не может иметь мысли, что угодил Богу. Ибо пока Словица обличает его в чем-либо из неестественного, да то ли он чужд свободы. Потому что пока есть обличающий, есть осуждающий, а пока есть осуждение, до тех пор нет свободы. Если наконец увидишь во время молитвы, что совершенно никакое зло не обличает тебя, тогда ты истинно свободен и вошел на святый его покой по воле его. Если увидишь, что добрый плод укрепился в тебе и плевелы врага уже не подавляют его, если борители, так как ты не борешься уже с чувствами своими, отступили не самим по себе, уступая в коварстве, если облако осенило скинию твою, и ни солнце не стало жесть в тебя днем, ни луна ночью, в Солом 120. Если есть в тебе все уготовления, все принадлежности скинии, чтобы поставить и хранить ее по воле Божией, то знай, что совершилась в тебе победа Богом, и от сели он уже будет осенять скинию твою, потому что она его есть. Он будет шествовать перед нею и предуказывать сам для нее отдохновение, покой. Ибо если он прежде не остановится, на каком желает месте, то и она, как говорит Писание, не может делать остановки. Число 9.16. Велика есть опасность, пока человек не помнит себя и не увидит ясно, что в нем нет уже ничего от части врагов, силищихся расстраивать делание монашеское, научая неестественностью. Нужно и нужду имеем мы потому, чтобы страх пред благости его Божией или перед благим Богом, начальствовал над нами, чтобы память о смерти и суде непрестанно поражала нас и святое смирение господствовало над сердцем нашим всякий час, по милости Божией. А для этого имеем нужду не нерадить о том, что уготовляет и хранит все то, если это и чувство и расположение, но пребывать в том умом даже до конца, видеть непрестанно грехи свои и ни в чем не верить себе, пока находимся в злом рабстве. Когда кто осуждает ближнего, укоряет и уничижает брата в сердце, поносит его, как только находит случай, учит с гневом, оклеветует перед кем-либо, то это делает его чуждым милости, какую улучают святые, и чуждым честных добродетелей. Ибо это губит поднимаемые человеком труды, уничтожает добрые плоды их, что говорит, я оплакив грехи свои и делает нечто из сказанного, тот не смыслен. Кто говорит, я плачу о грехах своих, и имеет нечто из того, тот обольщает себя. Семь. Ищущий безмолвие, не заботящийся вместе с ним от всех страсти, слеп в деле на здании добродетелей, оставивший свои грехи в небрежении, пекущийся об исправлении другого, чувств молитвы от всего сердца и разумного к Богу прошения. Вот настоящее мужество, когда человек противоборствует прежним грехам, о прощении которых и просит, умоляясь всегда о том, чтобы опять не впасть в них, ни в сердце своем, ни в действовании, ни в чувствах. Если память о грехах не будет непрестанно господствовать над сердцем его и не отвратить его от всего, что есть в мире, так, чтобы это не довивало его, то не может он остановить грехи свои и довольствие с попечением о них одних, отстать от осуждения творения Божия. Блаженство сподобилось этого в истине, а не притворный слукавцу. Впрочем, это и дело имеющих истинный плач через те видимые умы, чувствами напрягающих на то, чтобы не осуждать ближнего. Ибо если удовольствовать тебя в течении грехов своих, то это отчуждить тебя, заставить забыть от грехов ближнего. Воздавать за зло далеко от плача. Приноровливаться к всему-либо мирскому подчиславию тоже далеко от него, даже в помышлении. Скорбеть о том, что не приняли твоего мнения о всем приноровлении, далеко от него. Творить волю свою далеко от него, от плача. Сказать о ком-либо, что он хорош и лихуд, стыд ему есть, потому что он твердо знает, что сам ствернее его. Желать узнать о деле, которое не его, стыд для него есть, и невежество, и пленение зло, и не дающему видеть грехи свои. Если кто обнесет тебя, и ты возболезнуешь о том, то поистине нет тут плача. Если будут у тебя какие-либо житейские сделки, ты потерпев ущерб, воскорбишь о том, то нет тут страха Божия. Если скажут, что тебе что-либо, о чем даже не знаешь, и ты возметешься, то нет тут страха Божия. Если кто прославляет тебя, и ты принимаешь то, то нет страха Божия тут. Если побронить тебя кто, и ты возболезнуешь о том, пострадаешь внутренне, то нет страха Божия тут. Если обтекаешь славных мира, желая дружисть твоих, то нет страха Божия тут. Если кто разговаривает с тобой за спорь, и ты захочешь настоять на своем слове, то нет страха Божия тут. Если презрят слова твои, и ты заскорбишь о том, то нет страха Божия тут. Все это обнаруживает ветхого человека, что он жив еще и являет властью свою. Потому что нет там, внутри того, кто противоборствовал бы ему, нет страха Божия, нет и истинного плача. 11. У действующего по Богу должны быть умные очи, чтобы познать себя, что он враг Божий бывает, когда поблажает воле своей. Если ты будучи хранителем заповедей Божиих, и всякое дело свое, делая с разумом для Бога, будешь держать на сердце, что не можешь угодить Богу, соответственно славе Его, и поставишь перед очами своими грехи свои, то найдешь их сопротивляющимися лукавому духу, хотящему не зложить тебя мнением о своей праведности. И они сохранят здание, которое устроил тебе плач. Тогда узнаешь, что ты познал себя, и то, где обитаешь, в каком находишься состоянии. И не поверишь сердцу своему, что одержана тобою победа. Ибо пока человек не предстанет на суд, и не услышит окончательного себе определения, и не узнает, какое место его, готовый не может верить этому, так как все остается в страх. Угодил ли он Богу? Печаль по Богу, седающая сердце, может сдерживать чувства и сопротивление помыслам, стрезвениям, здравыми сохраняя счастливище ума. Но человек недоволен к всем и не может верить себе, почему постоянно должен быть в труде, пока находится в теле. Блаженный, не надеющийся, дерзновенно на дело свое, якобы угодное Господу, и стыдящийся встретить Бога по причине такого ненадеяния на дело свое, уразумевшая славу его, и старающийся, первее всего, творить волю его, похотение его, познавший немость твою и удовольствовавшийся печалью о себе, чтобы оплакивать себя, не заботясь о прочем создании Божьем, которое сам он имеет судить. Победа работающего по Богу откроется, когда он всецело, соединившись с Богом, скончается по воле его. Писано же быть ему в книгу живых есть, когда ангелы небесные засвидетельствуют, что он миновал властителей, стоящих слева, вот оттуда-то память его будет с небесными жителями. Но пока идет брань, человек находится под страхом и трепетом ныне победить, а завтра побеждену быть, или ныне побеждену быть, а завтра победить. Борение сжимает сердце, а бесстрастие необоримо. Оно получило уже ленец и не беспокоится об участии трех наших раздельных частей, когда достигнут они умиротворения друг с другом в Боге. Третьи части такие. Душа, тело и дух по апостолу, который говорит о них в послании 1-й 5-23. Итак, когда третий соделается единым действием Святого Духа, то они уже не могут отделиться друг от друга. Так и Христос, умерший и воскресший, более не умирает, и смерть не имеет над ним власти. Смерть его была нам спасением, так как смертью своей он умертвил грех, и воскресение его было жизнью всем, крепко верующим в него. Тем и другим он увращивал своих ему от страстей, чтобы жить им в Боге и давать Бог правды. Не почитай себя умершим греху, пока терпишь еще греховное возбуждение от врагов своих, во время или бодрствования, или во сне, ибо пока бедный человек находится на поприще, да то ли не имеет он дерзновения, и смотря издали на конец, верит делам своим. Только неразумный, хотя каждодневно падает, думает о себе, что побеждает, потому что нет борьбы на поприще. Поэтому-то Господь сказал ученикам своим, посылая их на проповедь, никого не приветствуйте на пути, приветствуйте же находящихся в доме, и где будет сын мира, то мир у него пребудет, и вы там оставайтесь. И там почиет мир ваш, опять Елисей, сказал Геезию, посылая его, если найдешь мужа, то не благословишь его, и ты, да, не благословишься от него. Ибо верил, что им не оживотворится отрок, и что он не имел силы воздвигнуть его. Когда же вошел человек Божий, то увидел отрока лежащим на одре, затворил дверь за собой, и каждым чувством совершил подвиг и действия, восходя на одр к отроку, не сходя и прокаживаясь за семи раз. Когда согрелись чувства, то по повелению Духа Божия тогда ответят в очи отрока. Что же имеем сказать мы, бедные, любящие славу мира сего, более славы Божией, не знающие, как вести брань, а спешащие войти в покой, не ведущие долготерпения Божия, что он оставляет плевел вместе с добрым плодом и пока не достигнет в меру добрый плод и не совершится, не посылает собирать плевел. И Гиезий совершил течение пути, но не успел воздвигнуть отрока, потому что возлюбил славу человеческую, более славу Божией. Блаженны очи, с разумом стыдящиеся, простряться к Богу и старающиеся язву свою врачевать с разумом, сознающие грехи свои и молящиеся об отпущении их. Горе же тем, которые губят время свое, думая, что безгрешны, которые попирают совесть свою, не желая быть приводимой ею в сокрушение и не признавая, что немало есть быть малейшим. 18. Как земледелие спасеявшие семена, если они не принесут плода, почитают их даром пропавшими и тужат о труде своем по причине этого непринесения плода, так и человек хотя бы ведал все тайны и всякие имел познания, творил силы многие исцеления, пребывал в разных застраданиях и в наготе даже до лишения деяния, все еще под страхом он, не полагаясь на совесть и будучи еще окружен врагами, ловцами и наветниками, пока не услышит слово этого. Любовь никогда не прекращается, на всему верит, всего надеется, всего терпит. О, сколь труден путь Божий, как сказал он, что узкие врата и тернистый путь ведущий в жизнь, и немногие находят его. но он .